Девчонки, всем привет! Сегодня я снимаю видео по расписанию и должна была снимать о фаворитах за месяц, так как я давно обещала рассказать о кремах Valmont. Но не лежит у меня сегодня душа рассказывать о уходовых средствах, так как дожилевая погода. Я получила две посылки из Грузии, и мне очень хочется с вами поделиться. Не могу я отложить это, съемку этого видео о аксессуарах и украшениях на потом. Поэтому хочу рассказать вам о грузинских дизайнерах. Вы знаете, я очень-очень люблю грузинских дизайнеров. Мне импонирует, как они видят прекрасное, как они создают нестандартные украшения, аксессуары, обувь, одежду. Если бы была возможность, я бы очень многое купила. Здесь я вам покажу в этом видео, что я приобрела, и в конце покажу серьги, которые я очень хочу купить, а вы мне напишите свое мнение. Мне кажется, они мне подойдут. Итак, первый грузинский бренд Мока Handmade in Georgia. Я не знаю, как я наткнулась на этот бренд. У меня он был в рекомендациях в Инстаграме. Я зашла, видимо, на страничку, и меня зацепили украшения. В основном они выполняют свои украшения, аксессуары из кожи. Очень красиво идет гравировка, как прописано, выдавлен бренд. И они используют кристаллы. Мне понравилось два украшения на шею. Такой ценовой уровень дорогой. Хотя я понимаю, что это настоящая кожа, это ручная работа. Ну, то есть, я бы хотела заказать намного больше, но заказала пока одно украшение на пробу. И мне оно очень понравилось. В прошлом моем видео вы меня видели в этом украшении. Все было очень красиво запаковано миллион раз. Все завязано. И, кстати, посылка пришла из Грузии за два дня. А по Киеву ушла намного дольше, чем летела из Грузии. Ну, как наша почта работает, я не хочу в этом видео рассказывать о грустном. Итак, они мне вложили красивый вот такой брендовый пакет. Красивые мешочки на завязочках. Потому что у меня много украшений. И у меня, честно говоря, проблема где-то все хранить. И здесь было мое ожерелье. Вот так оно выглядит. Это кожаное ожерелье. Подобного плана было еще здесь внутри с кристаллом. И с кристаллом мне очень нравились украшения. Но все-таки я взяла просто. Сделанное, я не знаю, это то ли металл, то ли это серебро. В таком стиле. И сзади оно вот так застегивается. Можно регулировать. Внутри полностью вот оно кожаное. Я еще даже не срывала бирки. Здесь все-все на бирке написано. Написан сайт. Если хотите, я оставлю внизу контакты. Потому что в любом случае вы будете спрашивать. Можете зайти на страничку Instagram и посмотреть украшения. Давайте я сейчас, наверное, примерю его. Я хочу посмотреть, как будет с этой блузкой смотреться. Сейчас я срежу бирку. У меня тут в тумбочке лежат ножнички всегда со мной. Раз. Два. Что мне нравится, оно четко ложится по моей шее. То есть оно не больше, не меньше. Оно четко лежит. Я переживала, почему-то я еще с кристаллом не заказала, что оно будет немного топорщиться. Нет. Оно четко-четко лежит по контуру, по моей шее. Вот так оно смотрится. Как вы видели в прошлом видео, я его одевала на простую базовую футболку сверху. И тоже смотрелось очень интересно. И дальше я начинаю открывать свою посылку и вижу, что там находится коробок. Открываю. Сейчас я расскажу, что это здесь внутри. И там был браслет. Я начала переживать, подумала, что девочки по ошибке мне вложили чужой браслет, кто-то оплатил его и так дальше. Думаю, сейчас буду писать в Instagram. Потом смотрю, на ТТН написано. То есть прописаны артикула, прописаны позиции, которые я заказала. Было это украшение и прописан браслет. Но я все равно уточнила, и девочки написали мне, что это подарок. Так как вы первый заказчик из Украины, из Киева, и мы хотели сделать вам приятно. Я, честно говоря, была так тронута. Мне так приятно. Безумно приятно. Потому что, когда я заказала это ожерелье украшения, у них с этим браслетом на следующий день вышли посты, вышли фотографии. Этого браслета я ранее не видела, и он мне, честно говоря, понравился. Но как я планирую носить? Это украшение, я думаю, что с браслетом, ну не знаю, возможно, под какую-то одежду, под футболку можно будет одеть вместе. Но мне кажется, оно очень самодостаточное. То есть с какими-то простыми вот такими сережечками я планирую одевать. Или хотела померить со своими вот этими любимыми грузинскими сережками от Ланук. Возможно, как-то вот так комбинировать планирую. Смотрите, девочки. Убирать волосы, если под очень простую одежду. Ну, потому что это будет очень так. Боюсь, что мужчины будут на улице меня бояться и разбегаться. Думать, что я какая-то воинственная ксена, принцесса-воин. Так, и еще хочу вспомнить и показать, насколько я люблю грузинских дизайнеров. Потому что сейчас очень много новых девочек-подписчиц. У меня есть где-то видео о украшениях. Я рассказываю о вот этих грузинских сережках, которые выполнены в серебре. Боже мой, дай бог памяти. Не помню, с каким камнем. Но я, если буду в Грузии, хочу опять зайти к ним в магазины и смотреть украшения. Я очень жалею, что не приобрела кольцо. Вот такие еще серьги у меня есть, красивые грузинские. В общем, я полностью подсела на грузинских дизайнеров. Так, я сказала, что это украшение я планирую носить с простыми сережками, с деревянными сережками от Lanuk. И отдельно хочу показать сейчас вам браслет. Вот в такой коробке. Очень красивая черная упаковка. Я так люблю, мне чем-то напоминает Шанель. Здесь была бумага. И все аккуратно запаховано. И вот он прям в коробке находится, этот кожаный браслет. Я так была удивлена и тронута, что мне все, такое ощущение, что на меня это индивидуально замеряли и делали. Подходит просто тютелька в тютельку до такой малейшей детали и по руке, и по шее. Вот так выглядит кожаный браслет, черный. Вот это такая застежка у него. Он просто вот так раскрывается. Смотрите. Просто раскрывается и точно так же минутку застегивается. Смотрите, вот так вот гравировка. И точно так же здесь на жерелье. Я вставлю фотографии обязательно где-то. Пропечатан бренд. Я думаю, когда будут собраны волосы, это будет очень так красиво. Весь дьявол в мелочах. Очень красиво будет смотреться. Давайте сейчас примерю браслет, чтобы вы видели, что он мне подходит. Смотрите, вот так будет смотреться браслет. Но я все-таки хочу носить это по отдельности. Либо ожерелье и серьги, либо браслет и какие-то одни из грузинских этих моих сережечек. Вот так. Под мою простую одежду очень подходят. Под всю мою базовую одежду, футболки. То есть я буду делать акцент на аксессуарах и на обуви. Вот. И здесь написано на трех языках. Ручная работа Грузия. На английском, грузинском и на русском языке. 2018 год. Все очень красиво оформлено. Какой-то пергамент выдавлено. Очень красиво. Я все храню. Все оформление. У меня рука не поднимается это выбрасывать. Буду так и хранить все в коробке. Все красиво выполнено. Сделано с душой. Это то, что касалось аксессуаров. Наверное, я так и останусь в этом ожерелье сидеть до конца видео. Это то, что аксессуаров касается. Я заказала. И дальше я присматривалась долго. Нет, начну с того, что у меня нет повседневной какой-то красивой сумки. И покупать лишь бы какую я не хочу. Я уже, честно говоря, своего мужа одолела поисками сумки. Мы были в Германии. И я выписала адреса. И мы ходили и искали, где представлен бренд Victoria Beckham. Пришли в бутик. И нам сказали, к сожалению, уже два года. Но вещи ее не представлены. В общем, я замучилась в поисках в этих. Заказать с Farfetch, либо там какой-то The Outnet. Я хочу в руках подержать вещь. То есть я не любитель онлайн прям вот таких вот покупок. Хотя выходит здесь, я заказала онлайн. Но все-таки это разный ценовой диапазон. Поэтому тут я рискнула заказывать онлайн. И долго присматривалась, и девочкам писала. А там, куда писать, просить дополнительные фотографии, я не знаю. В общем, достать сумку от Victoria Beckham мне не получилось. Потом я думала приобрести сумку от Louis Vuitton. Но все-таки это немного не мой бренд, мне кажется. Ну, либо у меня нет в таком количестве денег, чтобы у меня была сумка и Beckham, и Louis Vuitton. То есть тут я еще выбираю и хочу подумать долго. И тогда мне эта покупка принесет радость. Но от того, что я долго думаю, сумка мне меньше нужна не становится. Поэтому я приобрела себе сумку такую на каждый день. И я приобрела сумку от грузинского бренда Steffania. Причем этот бренд, он украино-грузинский. Как там это все комбинируется, я не знаю. Но на сайте, на страничке в Instagram написано, что это украино-грузинский бренд. Вот, Steffania. У них очень интересная, красивая обувь неординарная. Сумок немного меньше, но мне приглянулось это. Хотя я еще смотрела на красную сумку. И была такая рыжая. Возможно, я повставляю картинки, чтобы вам не переключаться. А вы посмотрели, о чем я говорю. И была рыжая. И они были немного такой неправильной формы, асимметричной. Не знаю, может быть, надо было и две заказать. Но я выбрала вот такую черную сумку с красной отстрочкой. И вот это все дерево. Дерево, оно круглое. А другие были немного скошенные. Рыжая и красная сумочка. Вот такая деревянная. Здесь одно деление. Внутри, видите, она рыжая. И один кармашек. Вот, один кармашек. И как эта вещь отлично сочетается с моими вещами. Теми же базовыми вещами, о которых я рассказывала. Я, наверное, ссылку на эти базовые летние гардеробы оставлю внизу, если девочки, но вы подписчицы, не видели. Как она идеально сочетается с моими украшениями этими грузинскими. С моими простыми футболками. С моими черными брюками, джинсами. Джинсами и так далее. Я ее очень полюбила. У нее приятная цена. И она очень неординарная. Сейчас в Украине очень много дизайнеров. И в основном молодежь носит Made in Ukraine. Тоже есть красивый-красивый дизайн. Но как-то себя я в этих вещах не вижу. На ком-то мне очень нравится. А я вот выбрала Made in Georgia. Такая сумка. С красной отстрочкой. Поэтому под нее мне, конечно, хочется сделать красный маникюр. Накрасить красные губы. Но во всем остальном быть сдержанной. Полностью сдержанный образ. Девочки, которые смотрели влог из Германии, либо подписаны на Инстаграм, понимают, о чем я говорю. То есть полностью ЧБ, какие-то красные акценты. И вот такие красивые украшения. Вот. Это мои такие скромные покупки. Но для меня они очень красивые. Поэтому я хотела с вами поделиться. И рассказать. Конечно же, с этой сумкой я уже ходила. Потому что она пришла ко мне где-то дней 10 назад. А вот эти украшения буквально только-только прибыли. Но уже одно видео я успела в ней снять. Потому что мне как раз в тот день, когда я снимала видео, пришла посылка. Ну, я все раскурочила, все раскрыла. Я не знаю, как другие блогеры ждут и делают анбоксинг, распаковки перед камерой. Я удержаться до такой степени не могу. Так что вот это моя любовь, девчонки. Смотрите, пишите, что вы думаете по этому поводу. Как вы считаете, подходят мне эти аксессуары. Ну, я к ним отношусь с трепетом, с любовью. Они мне дороги. Вот. Очень хочется в Грузию на шоппинг. Все, девчонки и мальчишки. Таким было видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Было очень много новых подписчиков за последнее время. Всем благодарна за подписки, за лайки, за комментарии. Вас становится все больше и больше. Я стараюсь каждому отвечать. Где я не успеваю ответить, я ставлю хотя бы сердечко, лайк, что я прочитала ваш комментарий. В этом сердечке благодарны за просмотр, за лайк, за комментарий. За то, что вы заходите. И у нас такое виртуальное общение. Все. На этой такой немножко трогательной ноте я буду прощаться. До скорой встречи. Всем пока.